поздоровайся с людьми здравствуйте здравствуйте все как сказал мой соучастник и собеседник перед вами два профана которые попытаются вот этот замечательный напиток понюхать посмотреть разлить его в бокалы и что-нибудь определить вылить обратно в бутылочку вылить обратно в бутылочку под названием горло вот мы его вскрываем и хотелось бы конечно налить ему меньше но это будет не коллегиально и не по-европейски раз и пожалуй два аккуратненько закрываем друзья и показываем александр цвет сейчас буквально минуточка цвета не изменится цвет не изменится он тем не менее хочу подготовить нашу публику мы небольшие специалисты мы попытаемся сейчас как говори за себя пожалуйста хорошо я небольшой специалист я вообще не специалист поэтому попытаемся просто немножечко разложить и сказать понравилось не понравилось но там уже как дальше пойдет вот такой у нас напиток получился вот цвет секундочку да вот так вот он выглядит ну что это это в общем то такой но не знаю это янтарь да янтарь золотистый нет не золотистая тоже с краплениями красноты такой ну это такой уже немножечко до формируется хорошо у нас это вот первых а во вторых прям такие густые потеки по цвету я бы даже сказал что это ну и если говорить о вине то это возможно херес по цвету имеется ввиду а так это такой кальвадосно кальвадосно легкоконьячный цвет хорошо ну да ну как то так да нос мой виски сухой не сладкий во всяком случае по носу то что здесь в районе 50 крепость даже без апробации его да здесь хотя алкоголь опять-таки алкоголь очень балансирована он не вываливается он нос не бьет но чувствуется мощь что мы чувствуем кора 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 где-то очень далеко на заднем плане орех и чуть-чуть какая-то ягода гаджи берри или может быть или может быть какая-нибудь там сухая нет сливы нет может быть даже табак корочка апельсина засахаренная у меня этого нет мироощущения совершенно никакого цитруса совершенно я не чувствую абсолютно вот еще раз повторяется уже расхождение ну послушай у нас разные носы у меня красивый у тебя короткий послушай тихо тихо я в это руки виски держу я понимаю хорошо давай по очереди давайте у меня у меня здесь я чувствую корочка апельсина причем засахаренная корочка апельсина мне напоминает немножечко даже сладости когда вот рождественская ярмарка да какие-то сладости сверху это присыпочки вот эти печеньки заливаются какими-то сиропами вот немножечко напоминает но опять-таки все не ярко выраженное это все не вываливается не бросается в нос это нужно действительно выискивать хотя опять-таки крепость здесь 50 плюс ров но наверно да по носу 50 плюс значит слушая моего друга александра не побоюсь этого слова друга на возможно после сказанного сашей сладкое сахар и прочее это вообще сашкина тема не только касательно виски может быть где-то дальняя нотка не апельсина какой-то ну возможно природной какой-то ореховой сладости какой-нибудь кешью именно о сладости разговор основная основной нос я вот чувствую как это кора обязательно кора не обязательно дубовая потом вот сейчас сказал вот эти вот восточные ягоды гаджи берри может быть какой-то сладкий орех какая бочка если это чисто хересная бочка то это это не первое наполнение это это второго наполнения я бы сказал но мне почему-то кажется что это тут херес имеет место быть но это не знаю как это вот по носу это это больше как финиш мы в какой стране я в шотландии момент сейчас окажется что это бурбун я категорически против но из моего небогатого опыта у меня вот такое мироощущение вот я когда-то пил такой виски сэнтис вот он был настроен в пивной бочке ну то есть швейцарский швейцарский совершенно верно он уже одно слушай я просто тебе говорю том что нос мне напоминает это не пиво не пивная бочка но это и не херес по моему разумению хотя какая-то сладость присутствует возможно возможно ну бочка во первых нет ни одна я думаю и может быть может быть шотландия дима ты ты швейцарии остаешься да да швейцария хотя это очень странно но мне так кажется давай попробуем обязательно здесь уже алкоголь вообще не скрыть обволакивается опять забирать я думаю это вообще бочковая крепость но не 63 хотя от 55 до 60 я склонен думать так появилась сладость сладость появилась сладость не активная неуверенная мед изюм и подожди секундочку и вот возникло какое-то такое послевкусие олива может быть это связано с каким-то деревом которое тут здесь присутствует но вот оливковый привкус вот оливковой косточки вот я сейчас почувствовал очень четко даже после сладости ну вот по вкусу пока все но я сейчас добавлю немножко водички и попробуем еще раз подняться я еще маленькую вещь такую добавлю да конечно я недавно пробовал пробовал релиз от сигнатория vintage они сделали новую линейку хан хан датруф сто процентов да это там крепость 57 по моему процентов и мне почему-то у меня стоит до сих пор открытая дома бутылочка умеем от органе это это сайлан парк 14 лет да и вот в нем почему-то напомнил единственно хотя нет не ест на в своем релизе я тоже с трудом находил дымок здесь я не уверен что здесь какой-то дымок но вот направление мне вот почему-то показалось похожим с водой поиграем поиграем обязательно с водой как раз вот тот дымок о котором ты говорил у меня вот он как раз ассоциируется сейчас вот с этим оливковой косточкой возможно налей себя я боюсь показаться совершенно несведущей личностью но я рискну прямо сейчас предположить это глинротес а а может это макэллан 46 года сейчас но нет ребята еще раз конечно я человек несведущий ну воспоминания о выпитом но с нами с тобой глинротесе вот как-то прям в одну линейку меня ставим а тот глинротес который мы пили это было чисто бурбонная бочка это был 1 20-летний глинротес это было бы это бурбонная бочка была а здесь наверняка есть какая-то вот вот бочка которая дает эту фруктовость а почему бурбонная бочка ну вот он сейчас по носу просто сладкий но после воды немножечко воды его не портит совершенно хорошо давай мы еще раз выпьем гладим немножечко закупливать тему мед мед и сахар виноград изюм суша удивительно и тара остается вот обязательно как финишная нота да ну кора или или это специи какой-то набор каких-то специй пряность очень интересный виски я бы в любом случае такой виски рекомендовал мне он понравился он не может не понравится во-первых цена виски сотка ну смотри опять таки у меня сейчас вот действительно уже перед глазами вот это сравнение с этой линейкой хандартруф она стоит порядка там ну 40 50 пускай евро 50 евро то есть 50 евро 55 евро я готов заплатить сколько я готов заплатить я не могу сказать но по мироощущению по вкусовым качествам и по крепости его я думаю что это от 80 до 110 евро может стоить подобного рода виски я так думаю хорошо тогда подводим итог я остаюсь шотландия бочковая крепость возраст но я бы сказал до 15 лет 14 ну хорошо там 12 12 12 13 до даже хорошо бочковая крепость или около того то есть ну больше 50 более больше 55 однозначно крашену не крашену не буду говорить виска корня пальцем в небо ковалан или джек дэниелс слушай я конечно это самое я скажу это орг не хайван парк хотя дыма не чувствую ну пускай будет все я я наверное я скажу что это это хит не хересная бочка это это не ну мне кажется это не портвейн это хересная бочка выдержка пускай второй хересная бочка второго наполнения а мне кажется что финиш портвейного все-таки мне так кажется виска корню не назову но и не буду безусловно утверждать но вот почему-то вот длинная ассоциация с глен ротесом во мне у меня сохранилась и большие сомнения появились насчет швейцарии сейчас давай это все что я могу сказать и все-таки меня под танки бросаем он не вскрывается тайна остается извините он не вскрывается тайна остается тайной навсегда во валера запечатал как тут даже моим острейшим ножом не вскрыть открываешь там листика в этих же конвертах мы данные о пациентах передаем не откроешь листика то они угадали и больше ничего так друзья мои читаем невнимательно этот конверт ну все же подготовлено мы даже его сохраним для дальнейшей корреспонденции о том что мы ничего из себя не представлено так ну замиранием сердца это вам юноша я уже вижу глян тура глян тура какая крепость крепость у него молодой человек 46 процентов всего лишь то ладно да 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 глян тура зингл молд естественно 12-летний европейский американский дуб бочка почему европейские которые дают более пряные которые не думают это финиш почему американская бочка потому что хересная бочка выдержит как в американских дубе так и европейском на нем написано что он хересник да это сто процентов ты в очках нет ну да у меня это дам дать тебе на я сто процентов знаю что это хересная бочка конечно слушай ну вот вот меня больше всего крепость удивляет 46 не показался значительно больше да ничего себе Семен Семенович скажи Валер ничего не видно на этом что это хересник стопроцент а подожди матюринг лог нет здесь ничего не написано окей ладно да ну хорошо хорошо не ну в общем да это вот такой 12-летний глинтур и меня конечно больше всего удивляет крепость потому что он действительно на вкус он крепости очень дуб этот который дает возможность ощутить крепость какой-то за удивительная это же это же наш не первые виски сегодня да мы перед этим немножечко так сказать почувствовали разница вкусовые сосочки да и все равно удивительно слушай интересно я прямо сейчас еще раз попробую ну что ж скажем так в этот раз я лично я обломился не так страшно я хотя бы был в Шотландии да не секундочку ты еще и сказал что это хересная бочка ну да давайте так вы угадали возраст практически вы сказали 12-15 лет было такое было да вы сказали это Шотландия это возраст я был приблизительно вы ошиблись с крепостью крепость вообще но вы были правы с возрастом и с выдержкой херес был поэтому много пунктов заработали ну на самом деле мы в данный момент поскольку потребляем шикарные напитки мы растем сейчас в ширину Саша ну ладно в ширину можно нет валер сказал хорошо тебе во первых громадное спасибо за такой прекрасный опыт это замечательно это на самом деле я никогда не мог предположить что это настолько интересно и волнующе готов проводить это каждый день кстати да и в конце рекомендация в любом случае вот такую штуку попробовать будете действительно удивлены все всем пока пока всем пока